еще пару нюансов сейчас устанавливаю канализацию то есть канализационную трубу какой момент вот это будет вентиляция значит смотрите народ по правилам вообще-то ну то есть всегда советует чтобы это было 100 диаметр ну как говорится здесь на свой страх риск труба там будет легко сниматься и обслуживаться она там во дворе принципе от низко так что делаю так а так вообще знаете да желательно выводить сотка чтобы полностью была вентиляция не только потому что присутствуют два газа серный ядовитый и метан взрывоопасный и как говорится должно быть все это дело вентилироваться так это один момент второй момент уклоны вот у меня это метровая рейка такая ровная посмотрел и здесь ну вот на 100 труб для каждой трубы свой размер вот здесь на 100 труб вине на метр трубы 110 здесь вот два сантиметра и вот уклон ставите и потом ставите уже уровень и таким вот образом можете контролировать вот но как говорится да можно так проверить можно что я еще делался когда большое расстояние есть калькуляторы в интернете вы расстояние примеряете вводите и указываете трубу и он дает вам сантиметров там миллиметров перепнул то есть перепад высоту какое она какая она нужна но не показываю как работает потому что но неудобно я просто устану монтировать это видео просто показываю по факту вот здесь не обрезана здесь нужно будет выложить из кирпича или чё как бы поддон такой насыпать подушки туда я думаю отсев использовать перемешаю с цементом сразу то есть водой смешивать не буду так при трамбую потом он схватится ну то есть цемент как говорится влагу потянет здесь принципе высоко пол сухой так что ну то есть я здесь как бы не гидроизоляцию такое ничего не делаю не заморачиваюсь сделаю площадку а когда уже перед плиткой там туда-сюда плиточной работы здесь вот тоже перегородку сделаю из гипсокартона когда уже там перед плиточными всеми вот этими работами тогда я уже сделаю гидроизоляцию здесь еще плюс мне дверь прислали я заказывал одного размера мне прислали больше потолки здесь видите вот низенькие ну блин я нарисовал один размер мне прислали другой размер типа такой ну я не глянул размер махнул блин и вот так вот получилось вот серёга у тебя заказывал серёга так что тебе привет но не сути я посмотрю ну ладно дверь сюда поставлю вход здесь будет унитаз как уже понятно по трубам канализации и плюс мне еще нужно будет предусмотреть и электрику то есть электрику наверно штабить буду и посмотрю как я либо по стенам пойду либо по потолку посмотрю как здесь будет удобнее потому что нужно будет освещение сделать и раз уже тут такая короче когда здесь электрику при ремонте делать не сказали и здесь как раз приду смотрю могу предусмотреть клавишу и освещение сделать на улице ну то есть во дворе продолжается стройка перегородки вчера я закидал сделал такую как бы опалубку из кирпичей теперь закидаю бутом и буду засыпать отсевом отсек перемешаю с бетоном винить отсек перемешаю с цементом чтобы он потом увлажниться то есть утрамбою и он сам как это натянет влаги и затвердеет сам отсев он и так сам по себе очень хорошо уплотняется до получился вот такой нюансик нужен был мне как говорится бочонок но бочонка не было и переход я сделал вот такой пробкой взял клещи нагрел на газу и нагретый надел на трубку получились резьбы как видите воду держит для этого я подключил шланг чтобы работать с бетономешалкой вот как говорится лайфхак в действии как говорится резьба без нарезки на пластиковой трубе вот здесь вот резьба это и вот здесь вот эта резьба как говорится можно выкрутиться всегда зная такой совет что можно сделать резьбу и как говорится временное решение она работает конечно можно было бы с наружней резьбой эту цангу взять у меня вот была такая зачем покупать другую если можно сделать просто такой переходник погода шепчет выключили свет вот идет бутовка скоро можно будет и засыпать но сейчас я засыпал бут сухим отсевом чтобы просыпались всякие там отверстия пустоты еще сверху закидал чуть бутом и сейчас вот уже отсев буду мешать сухую с цементом и просыплю вот эту подушку а уже сверху пойдет на нее стяжка так ну в принципе подсыпка есть только какие моменты вот когда заливаешь трубу хочу одеть как бы сверху муфту чтобы но оставить расстояние от бетона что потом мало ли если надо будет поменять трубу там переодеть чтобы было хоть какое-то расстояние не расковыивать чтобы не падала туда внутрь и так же самое здесь это один момент его второй момент принципе меня вот эти доски стоят в уровне и направляйки они конечно ставится вот так я их переверну и прыщу прямо доске разверну в обратную сторону все равно думаю их потом вынимать ну и в принципе где еще там посмотреть подсыпать и можно заливать это дело уже начал заливать но случилась авария перестала крутить бетономешалка но посмотрел здесь принципе ерунда спал ремень обычно это происходит из-за того из-за слабой натяжки дело в том что когда перевозили бетономешалку в бусике она упала на бок но видать это и послужило что сместился сам двигатель и потерялась натяжка но как бы крутил ну сейчас можно просто его здесь я уже вниз видео здесь вот есть такие винты и достаточно надеть ремень чуть сместить чтобы натянулся ремень и все она опять должна работать нормально она сейчас проверим работает двигатель вообще включаем все сейчас будем натягивать ну вот отпустил эту гайку прям вот так вот натянул и зажал ее снова и все и натяжка ремня есть до посмотрел двигатель так чуть соосность здесь этот просто упор ну то есть чуть косо состоял я оттянул и здесь вот у меня была шайба повезло как растаял и все нормально ну то есть сейчас ремень стоит намного ровнее из-за двигателя так ну чё проверим включим поехали в общем все нормально сейчас ставлю коробку на место продолжаю работу ну вот как раз успел все залить это хорошо пусть остывает как раз завтра день рождения попью чая так что сохнет одна часть основания закончена теперь нам все продолжать стены плитка двери все самое веселое только начинается подписывайтесь если хотите посмотреть чем это все закончится